Всем привет, привет, дорогие друзья, с вами канал AlexPlay. Добро пожаловать в группу, названием Трансформация. Это однопользовательская игра-головоломка в жанре хоррор. Вы, как врач, пребываете в отдаленную психиатрическую больницу, где ни один здоровомышлящий человек не мог бы долго оставаться. Сможете ли вы использовать свою силу, волю и терпение, чтобы лечить пациентов? Ну что ж, давайте посмотрим. О боже мой. Это, видимо, один из пациентов. И, кажется, он бился головой об стену. Криповенько там смотрится. Так, ну что ж, тут можно выбрать язык. Пока что тут только два языка. Вот, звук музыки можно отключить. Ну что ж, давайте плей. Посмотрим. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Здесь много чего интересного. Так, ну что ж. Первый день в больнице. Блин, страшненько. Что это такое мотивы? Прям первый день в больнице и... Что-то прям очень сразу крипово все. А это нормально вообще? Мне кажется, он самому может сойти с ума. Боже мой. Это, видимо, методы лечения не очень такие... Гуманные. Это реально криповая. Это... Психотелическая игра какая-то. Жесть. Это, видимо, я, как врач. По-моему, мне лучше самому нужна помощь. Это вообще нормально? Прикольно. Игра как будто бы нарисована кисточкой, да? Анимация. Что-то мне уже криповый. Это первый день. Это морг, видимо, кажется, да? А, нет, нет, не морг. Это пациенты, которых я буду лечить. Что-то мне уже реально криповенько. Что это там я увидел? А! А, типа я тоже пациент. Я реально пациент. То есть я возобнил, будто бы я доктор. Но я пациент. Может быть, я бывший доктор, который сошел с ума. Доктор, wake up. Wake up, please. Доктор. А, это, видимо, меня будет лечить. Окей. А, эй, ты, должно быть, новый врач. Добро пожаловать в нашу больницу. Ты выглядишь немного разбитым. Очевидно, это место было не слишком благосклонно к тебе. Это, видимо, мой лечащий доктор. Кстати, я ваш помощник. Помощник Сэл. Я буду помогать вам во время вашего пребывания здесь. Окей. Так. Это часть, где мы храним наших самых ценных пациентов. Потому что наша работа будет нелегкой. Сохраняйте рассудок. Он вам понадобится. Окей. 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 Криповенько так. А, извините, я склонен к болтовне. Склонен к болтовне. Я оставлю вас наедине с вашими пациентами. Вы можете получить доступ ко всем их записям со своего компьютера. Ну, получается, я пациент, да? Я пациент-доктор. Ну, как бы, я пациент, который возомнил себя доктором. И, как бы, мне врач подыгрывает. Вот, как бы, я сам в больнице нахожусь, но я буду здесь лечить больных, видимо. Забавно. Так. Это, видимо... А, это мои пациенты, да? Хинкаль. Имя Хинкаль. Мужчина 3-4 года. Турция. Диагноз психоз. А тут можно всех посмотреть? Да, тут можно, кажется, всех посмотреть. Мирилл. Возраст 24 года. Полженщина. Страна Румыния. Диагноз глубокая депрессия. Имя Кристина. Возраст 52 года. Полженский. Страна Болгария. Диагноз психоз. Послушай, а это случайно не я? Имя Клаус. Возраст 40. Полужской. Страна Германия. Диагноз пограничное состояние. Суицидальное. Опасно. Имя Тристан. Возраст 38 лет. Пол мужской. Страна Хорватия. Диагноз посттравматический стресс расстройство. Армандо. 43 года. Армандо. Возраст 43 года. Пол мужской. Страна Испании. Диагноз психопат. Так, а что я должен сделать здесь? Я могу взять дело вот этого, да, парня? О, тут много информации слишком. Боже мой. Итак, у нас есть парень Хин Кал. Ему 3-4 года. Он из Турции. И он страдает шизофренией. Все это начало проявляться, когда он был ребенком. У него было довольно тяжелое детство. Он много держался в тени. Потерял семью в результате несчастного случая. Когда был в детстве. Попал в периоды, где над ним издевались другие дети. Так, окей. Когда он вырос, ему удалось устроиться на работу. Но приступы депрессии мешали ему. Но приступы депрессии мешали ему держаться на плаву. Он женился, но потом жена изменила ему. И это только усугубило его состояние. В конце концов, его отправили в... Куда-то, в общем, лечиться. Но там с ним обращались должным образом. И его болезнь только усугубилась. Ладно. Тут ему тоже надо будет посмотреть видеоролики. Теперь он постоянно видит то, чего нет. И убежден, что причина... И убежден в том, что причинял людям боль в прошлом. Эти фальшивые воспоминания очень мешают ему и вызывают депрессию. Он больше не может работать и даже заботиться о себе. Вы можете ознакомиться с его прошлыми травмами в видеороликах. Ну, давай посмотрим. Ну да, вот он в детстве. Где над ним издевались. Блин, бедный парень. Так, вторая часть. Это когда он женился. А, он увидел это. Он пришел с магазина и увидел, что жена ему изменяет. И он с ума сошел. А, вот, его лечили. По-моему, они только усугубили, да? Окей. По-моему, они только все усугубили. Это, видимо, его комнатка. И я должен как-то его лечить. Тут есть подсказки, видимо, да, какие-то. Пока нет. Возможно, если долго не буду находить что-то, мне будут подсказывать. Так, вот, парень смотрит какую-то фотографию. Возможно, как раз-таки жены. Да, я могу использовать подсказку. И здесь нам... Со мной будет врач разговаривать. Трудный пациент, доктор. Каждый предмет может помочь нам в лечении. Так, а какой... Пилюли какие-то, боже мой. А как я пойму, какие пилюли надо поставить? Так, тут сложно реально. Пока что я не знаю, что тут делать. Где-то я должен уйти подсказку. Он, видимо, тут на матрасе спит. Телефон. Телефон нельзя использовать. Радио. Боже мой. Можешь выключить лучше. Так, хорошо. Давайте возьмем подсказку. Вам нужно выписать рецепт пациенту, доктору. Пациенту есть необходимая информация. Надо у него узнать. А, типа, тут надо пазл сложить. Окей. А будет подсказка, да? Когда ты правильно собираешь. Блин, не так-то просто. Ну, они должны быть наверху, да? Это как семейная пара. Тут у него много таких головоломок будет. Так, окей. Ну, это я понял. Вы должны помочь пациенту вспомнить... Помочь ему вспомнить. Ну, это понятно. Но то, что он был женат. То есть, я должен ему... Я должен собрать фото. Блин, ты так просто. А, подожди. А если скипнуть? А, если я скипну, мне не обязательно, может быть, собирать? Ну, вот так, наверное. Аж она должна быть с другой стороны. Как будто бы жена должна с другой стороны быть. Но, опять же, немножко не так. Ну, уже что-то получается. Уже что-то получается. Ну, типа вот так, да? А, букет цветов. А если я скипну, да? Попробуем скипнуть. Скип. Окей. Так, ладно. Вроде бы мы вспомнили. А мы не знаем, сколько лекарств ему нужно, доктор. Три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три Не хватает у нас Каких-то данных Окей Может с ним опять поговорить надо как-то Картина Может выключить свет Свет не выключается А Я понял Надо пройти Это типа его голова Я должен найти Вот я должен отсюда сюда прийти Это как бы моя мысля Моя какая-то идейка Ладно давай еще раз Что-то зависло немного Так хорошо окей Это лабиринт который мы должны будем пройти Это Как бы наше сознание Мы должны будем довести Прям идеально легко Какая-то идейка появилась Так А это я в другую сторону А я могу Тем же путем дойти Я не могу так пройти Да Я реально не могу так дойти То есть другим путем надо Окей Странно что я не могу пройти Слушай Сюда могу причем Очень сложно Она как будто бы не захватывается Окей Так кажется что-то есть Кажется что-то у нас получается Давай-давай-давай-давай Отлично А вот Все Так то есть вы теперь поняли Что надо делать Какой рецепт выписать Мы не знаем Какие лекарства Должны принимать пациент Подожди я знаю Типа оранжевая Какая-то Ну такая двойная Оранжевая Зеленая Да Или может быть Надо как-то прояснить Потому что Плохо понятно Ну посередине Синяя В конце Какая-то бирюзовая Оранжевая Зеленая Синяя Белая Пускай будет Так Тут точно синяя будет Да Тут точно синяя Оранжевая Как будто бы Вот это И последняя Как будто бы Какая-то белая Что-ли Может вот это вообще Может вот это Так Надо еще раз понять Ну по центру Синяя Вот тут какая-то Ааа Другая немножко Да я понял Ну это вроде бы правильно Вот это уберем Вроде вот это Или вот это Хорошо Давай вот это попробуем Так Ну это тоже Как будто бы не та Может тут вот это Должна быть Ну там явно Оранжевая была Больше Крати Вот это может быть Или вот это Не могу понять По центру Синяя Тут оранжевая Зеленая Или оранжевая Синяя Оранжевая Зеленая В конце Это бирюзовая В конце Бирюзовая Типа больше Белую Подожди А что за плюсик Может плюсик Поставить Ну вот это похоже Я не знаю Ребята Я кажется Понял Вот здесь Циферки ставятся Нам надо понять Какая дозировка То есть тут Тут мы таблетки Да видим А тут была дозировка Дозировка 3-3-2 Окей Попробуем Дозировка 3-3-2 О отлично Кажется получилось Кажется получилось Поздравляю Поздравляю доктор Пациент Пациент Будет в порядке А ну вот Мы вылечили Пациента Мы красавчики И так видимо И так видимо Надо будет С каждым Да Сэнки доктор Спасибо тебе доктор Все теперь Он будет чувствовать себя нормально И может заново Жениться И Завести семью Так в общем Все в порядке Что такое Множественные личности Которые Проявляют Любовь к пациенту А Когда явно Проявления любви У пациента нету Б Это когда Между пациентом И воображаемым Насилием Друзей Есть что-то Общее Б Поведение пациента В отношении Нарушено Так подожди Я должен Что-то выбрать А я должен Блин тут Это типа тест Тест То есть я в конце Тест завалил Да Это был Утомительный день Доктор Но вы завершили Его успешно Извините что Сейчас Я уйду Желаю вам хорошего вечера В конце Надо было тест пройти То есть я запорол Да тест Я не понял Что просто это такое Боже мой Какая крепота Что это такое Тут ничего Не тыркается Жесть Конечно У них туалет Тут волосы Какие-то Подсказка Не работает Ладно Давай выйдем Отсюда Шприц Какой-то Это в больнице Серьезно Такое Какой-то Кал Там Плавает Мерзость Реально Мерзость Так Может потом Надо будет Что-то найти Тут кровь А Типа Пазл Какой-то Ну Пазл Мне нравится Прикольно Это я умею Собирать Скорее всего Так А где маленький кусочек Какого-то кусочка не хватает А где еще маленький кусочек Я что-нибудь правильно все собрал Так Окей Может подсказка Так Черт Надо починить зеркало Не хочу чтобы меня Назвали неуклюжим Так я разве не починил А почему кусочек Как будто бы Как будто бы Я не дособирал А ну вот Тут я вижу себя Со стороны Очень странная Игра Тут я уже больше Не могу ничего сделать Ну вроде я как собрал Да Тут собрали Тут кусочек Кусочек Наверное Надо найти Как будто бы Где-то кусочек должен быть Тут целое зеркало Может тут будет кусочек Так Ладно Хорошо Какое грязное место Мне лучше убраться отсюда Пока я не заболел Ну да Очень Грязное Грязное Антисанитария Здесь Присутствует Ну не знаю Тут ничего не нажимается А Вот Это типа Часть Зеркала Блин Я в туалете Ковырялся Окей Боже мой Что они делают Со мной Мочу заливают Боже мой Ужасно Это так Надо мной издевались Подожди Я не понимаю Это врачи что ли Или что они делали Какие-то эксперименты Возможно проводили Видимо я не прошел тест Крестик такой Боже мой Ребят Я реально не понимаю Кто Понимает игру Напишите в комментариях Вообще Что здесь происходит Интересно будет Так Окей Нужно выяснить Кто он такой И очевидно Ответ находится Где-то здесь Ладно А это разве не ответ Так Ты узнал что Ты узнал историю Узнал про Джема Так В общем я про него узнал Да историю Может надо правильно В каком-то порядке Выкрутить Воду Ух ты Джейсон Кто такой Джейсон Ну кстати Прикольно сделано Мне нравится Такие подсказочки Типа я как бы В чертоговых разумах Ковыряюсь Запишем пока Джейсон Могу я сюда применить Джейсон Ну-ка давай Подсказку попробуем А так Да Я собираюсь уходить Может сюда теперь надо А тут опять Как будто Стекла нету А нельзя вот это достать Нет Джейсон А вот так Отлично Так Так А в общем он благодарен Да он благодарен Мне Так Ну все Я узнал ответ Какие-то может быть Подсказки Нужно выяснить Кто он такой И очевидно Ответ находится Где-то рядом Ну Я разве не узнал Это не Джейсон Может это еще надо узнать Так Тут я вроде бы Все сделал Может в туалете Подсказка будет Боже мой Там какуля плавает Смыть Может быть реально Смыть Это все дело Так Что не так С этим местом Я боюсь Дотронуться До унитаза Потому что Ну я не знаю Что делать А выйти Это тоже нельзя Теперь Для чего Я сюда пришел Я сейчас Игра сам Не знаю Унитаз Блин Он подписал Пописал в унитаз А Типа Зачем я сюда пришел Пописать Чтобы Окей А Он сюда пришел Чтобы пописать И на этом все Ну Типа Такая демка Да получается Благодарим вас Команда Так В общем Они нас благодарят Что мы сыграли В эту демку Ну прикольно Такая игруля Сразу не поймешь Что здесь происходит Ну Вообще прикольно Мне нравится стилистика И то что Вот Тут какое-то безумие Да Тут Как будто бы Нету какой-то Логической цепочки Да Ты просто пытаешься В каком-то маленьком мирке Живешь И пытаешься Разгадить Какие-то загадки Вот Опять же Я пришел в туалет И Я думаю Что я могу Здесь найти ответ Вот Если вам понравилось Ставь лайк Пишите комментарий Может быть Поиграем на релизе Если вам понравится игра Надеюсь Русский язык добавят Было бы здорово Так Было бы намного проще Play Мне нравится В сеттинг Заходишь Тут такой Типа Доктор Да Который Который Совсем уже не доктор А пациент Крипово Так на самом деле Вот Но Интересный Игруля А он Вот он Бьется головой Получается И Это он Бьется головой Поэтому Вот здесь Крововое пятно Да Когда мы назад Идем Это вот Он бьется головой Так Ладно Понятно ребят Спасибо что посмотрели Всем пока пока Поиграем Еще обязательно Какие нибудь Демки Инди хорроры Вот Жми лайк Если хочешь Больше инди хорроров Больше Демок Новиночек Каких нибудь Вот До новых встреч Всем пока пока Взгляну на стримы Если хочешь как-то поддержать